Всем привет, всем доброго и прекрасного, как всегда, дня. С вами я, Макс Мастер, и вы на канале Якубики. Приехал в деревню, сразу скажу нашим подписчикам. Держитесь, ребята, мы очень сильно за вас переживаем. И, как бы, не знаю, очень страшно. Все даже за вас на работе говорят, женщины и молятся. Страшное дело, конечно, но вы держитесь, ничего не поделаешь. Страх, что творится. Цены поднялись, ого-го, это хорошо, что мы все успели закупить. Поднялись, вот я батарею покупал, полотенцесушитель, смотрите, я купил еще вот такой полотенцесушитель. Уже дорогой не брали, вот такой, чисто, чтобы грел ванну хотя бы как-нибудь. И эту батарею на второй этаж докупили. Уже через 5 дней, как я купил, вот это все, что я вам говорил в предыдущих видео, там вышла немаленькая сумма, еще поднялась цена в 20-25 процентов, ужасно. Сегодня, значит, купил я металлическую гофру, чтобы доделать вот эти вот, что я кинул, электрику нашу. И вот еще с Женькой ездили, там Сюрьевна ездили в магазин. Я себе приобрел, Женька сказал, не надо. Вот, смотрите, такие деревянные лопатки, там вилочка, ложечка и такой красивый мне понравился, как вам сказать, подставочка. Кстати, дешевая, не знаю чего, по отношению, ну дешево вообще, класс, мне нравится. Все, сегодня, я думаю, будем с вами делать вот этот гипсокартон, закроем вот эту вот стенку. Еще работаю ого-го, будем потихонечку работать, растопим камин, вот долго не были. Вот, суть, кто не понимает еще суть в утеплителе, знаете, что вот приезжает же, мы приезжаем сюда, Женька, на улице, допустим, тепло, но в доме будет холодно. Блин, а зачем мы утеплялись, здесь как бы, ну, холодно. Смотрите, утеплитель нужен не для того, чтобы сюда тепло и шло, а для того, чтобы он держал температуру дома, такой, как она осталась. Допустим, здесь холодно, здесь будет всегда уже вот так вот прохладно. Сейчас мы натопим, будет тепло, утеплитель не будет давать теплу выходить на улицу. Только холод заходит через окна, через окна, чего вешаются батареи возле окон, чтобы уже конкретно было тепло. А если вот утеплитель, как он действует? А если будет жара на улице, этим летом, да, в доме будет прохладно, потому что он эту жару не будет через утеплитель сюда пускать. На улице вообще замечательно, возьму вас еще на улицу, пойду сейчас за дровами. В общем, ситуация плачевная. Ну, будем делать, а что? Я ж ни руки не сложу, там некоторые пишут, типа, о, он там ремонт делает, ну, а что мне делать? Работы скажу, наполовину больше у нас на работе нету, потому что, сами знаете, кто-то отказался от санкций. Не буду просто про политику, я и не сильно соображаю, ну, и не такой дурной, что понимаю, что некрасиво делают, ну, не знаю, что там, как правильно, как неправильно. Ну, жизнь такая вот, буду работать. Пока есть у нас что делать, буду делать, не буду сидеть руки с лажа. Как замечательно, да? Как замечательно заросли те кустарники, которые мы с Женькой выкорчевывали. Аж жалко работы, ну, зато там деревьев нет. Даже почечки на нашей, вот, смотрите, ой, ирга, не, не ирга. Ирга, может, я уже забыл, как называется, уже почечки вылезли, уже почечки вылезли на смородине, смотрите, видите, как красивенько. Аж душа радуется. Все себя классно проявило вот это вот, что мы посадили в том году, черешня. И там черешня мы посадили. Тоже не замерзло, ничего, хорошо. Ну, потому что хозяин хороший. Все, что я побрезал красивенько, смотрите, какая крона красивая. Ну, кто мастер? Макс Мастер здесь красивенько побрезал, смотрите. Туда я уже не долез, плохо, конечно, когда большие деревья, не долезешь до этих деревьев. Все, вот это вот у нас все зола была, смотрите, я под все ходил, подкармливал, подкармливал, кидал, тут зола, везде зола. Смотрите, здесь, сейчас отсюда пойдут, ничего не подмерзало. Как мама говорила мне, оставляем где-то метр, полтора, все, сейчас отсюда пойдут почечки, тоже вот почечки. В этом году она разрастется капец, она у нас только, вот, как ее принималось, в этом году будет ого-го. Насчет голубики я вам скажу, насчет голубики надо, надо где-то брать опилки, где-то брать опилки, но вам снова вернусь в начало видео. Немножко сейчас трудновато, наверное, опилки в этом году не знаю, вот там осталось где-то, что я у папа мой привозил, смотрите, в предыдущем видео. Просто, может, где-то по лопате подкину, как бы там еще немножко хватает, будем ждать хороших времен. Самолет мой пошел на приземление, надо ему какую-нибудь стоечку такую нормальную сделать. Я не подрасчитал, это не похоже на меня, конечно, вот осталось, ну, наверное, сейчас я заберу здесь, там половину заберу на сегодня. У нас дров уже не остается, к леснику я так и не попал, уже, ладно, это перетерпим, чего перетерпим, пойдет, наверное, вход у нас. Смотрите, вот эти доски, которые я сложил, которые мы разбирали, это, ох, это, это страшный, как страшный сон прошел. Это с потолка мы разобрали, я буду вот такие вот доски, видите, где такие гниловатые, буду их брать, наверное, распиливать и буду пускать вход на отопление нашего дома. Другого варианта нету. Смотрите, как красивенько сложились, здесь воздух продувается, это защищает от дождя. И смотрите, какие они сухие. И это, повторюсь, это еще старый лес, это вообще замечательный лес. Наверное, буду когда палить, как ножом по сердцу. Сосед спрашивал, вот этот сосед, где вот этот большой дом, он видел, что я шифер снимал, спрашивал, или шифер мне нужен отгородиться хотел. Ну, я ему сказал, что шифер я отдавать не буду, как бы я человек добрый, руки чесались, как бы хотелось отдать. Ну, я сказал ему, что смотрите, какой у нас в сарае крыша, я планировал ее перекрыть, когда-то будет, я не знаю, уже там осело стропилино, надо подменять. Ну, у меня все есть, я же ничего не выкидывал. Все, только руки, здесь навес хочу сделать. Был в планах Женька здесь сделать, чтобы, ну, знаете, немножко под красоту, под крышу дома, черепица черная, здесь мы хотели металлопрофиль просто черный купить. Ну, с нынешней ценой, знаете что. Я уже не знаю, что Жене говорю, давай козу купим, коза будет есть, там она деревья есть, все есть, молочко будет, курей заведем, яички будет, самогонный аппарат купим, все, нормально, жизнь удалась. Сейчас, сейчас пойду, да, сейчас, кто свое хозяйство держит, это выгодно очень, хотя где брать, чем кормить, поля есть, сено есть, не знаю, что творится, не знаю, ребята, держитесь, кому-то сложно, сейчас всем сложно, возвращаюсь и возвращаюсь. Ладненько, берем дрова и идем растапливать и начинаем работать. Вот так вот показался я, ну, так красиво смотрится, вообще шикарно. А, еще хотел сказать, так как у нас работы нету, нету, у меня работы нету на производстве, на производстве, я написал на отпуск. У нас такая система, все писали отпуск, когда им надо, я писал в июле, когда тепло, чтобы, знаете, работать, была всегда погода хорошая, я всегда рассчитываю хорошо. Ну, сейчас такие обстоятельства сказали, можно идти в отпуск, я написал в отпуск, чтобы не потерять в деньгах, потому что сейчас зарплаты, я понял, будут мизерные и в отпуске я потеряю. А там я ходил на подработки, как вы знаете, будет более-менее отпуск. Так что, если дадут 13-го отпуск, уже такого мороза сильного нету, будем, будем стараться, уже отделку мы внутреннюю, наверное, немножечко подзаморозим. Ну, вы видели, что там шедевр. Если будет дождь, будем работать внутри, если будет такая погодка, как сегодня, я буду вылазить на улицу и будем делать металлопрофиль. Металлопрофиль доделать, его еще надо докупить. Все купить, все купить, ясно. Ну, будем, короче, скоро в отпуск, пойдет работа, пойдет работа, главное, чтобы было здоровья, что желаю всем. Металлопрофиль доделать. Что, я не понимаю, как я отмерил так. Надо сюда чуть-чуть все сдвигать. Буду перекручивать. Буду перекручивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok это вот я посмотрю допустим ну так красиво что я вам показывал начале видео типа ложечки вилочки да там видно что станок но если где-то есть такая ложечка видно там где-то ковырял какой-то мастер там криво где-то подковырял ну типа ну это это ручная работа цена в десятки раз дороже чего я говорю я бы сделал как бы сам может что-то придумал бы что-нибудь такое смотрите здесь вариант или мы набиваем бруски вот сюда бруски еще такие да что чего это говорю чтобы влезла резетка потому что у нас нет нету здесь как вам сказать место чтобы резетку сунуть здесь я сейчас закрою гипсокартоном один наш гипсокартон гипсокартоном смотрите я закрываю гипсокартоном и у нас резетка не влазит здесь вариант или брусочки набить да как я говорю или я сейчас буду сверлить этот брус и его и выбивать вот эту штуку где будет допустим отсюда воде наметил отсюда до сюда я буду просверливать выбивать этот брус и туда потом резетки в сумму как я вам говорю я наверно буду выбивать все такие резетки потому что здесь и так мало помещения как бы ну как для кого есть у кого-то маленькие квартиры детства неужели стоять у кого маленькие квартиры горит стопудово напишет у вас мало помещения там помещение много это вам кажется здесь помещение очень мало так что я думаю что я сейчас просверлю вот эти вот балки вот эти вода и мы достанем их отсюда и потом спокойно всунем наши розетки потому что хотя 5 сантиметров до 5 сантиметров не сыграет я боюсь что эти откосы мы можем найти такие большие и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Замечательный теплосберегающий каминчик Оля-ля, класс, обалдеть, отвал, супер класс Сейчас мы закрываем эту сторону Эту сторону и потом будем покупать розетки Ну что нам надо, мы здесь еще не покупали Мы купили, повторюсь, гостиную В детскую, в детскую и здесь даже не покупаем На что я хочу обратить внимание Посмотрите, дорогие подписчики Вот эти две кучки замечательного древесных опилок Смотрите, угадайте Где здесь настоящее время А где здесь прошлое время Ну, грубо говоря, где настоящий лес Который был еще до наших времен Когда был СССР Которые, ну, реально придерживались Как вам сказать, технологическим нормам Лес выдерживали И где сейчас, которые Которые просто продают Лишь бы продать Да, некоторые скажут Здесь стружка, типа, знаете, крупная Вот это, значит, я опилки положил старой нашей Который дом сделан Это 50 лет назад Вот, смотрите Дерево какое было А вот это я купил вагонку Вагонку, которую сейчас я вот Покажу Вот эта вот вагоночка Которую я сейчас обшиваю дом Вторая кучка Это с чего сделан дом Даже здесь отличие цвета Ну, вот, караеду это съесть Это, знаете, как вам съесть пачечку чипсов А вот это он есть не будет Потому что здесь смола Здесь горесть Здесь, ну, неприятный этот вкус Я просто себя в шкуру караедов всовываю Так что, конечно, разница колоссальная Также разница сейчас идет и в еде Чего я говорю Раньше жили люди долго Ну, больше проживали, чем сейчас Потому что все, сейчас Все подмена, все подвох Ну Такая жизнь Такая жизнь Вот такие дела Все, сделал я здесь Красиво Здесь сделаю Здесь сделаю Розеток нету Мы докупим вместе с Женькой И покажу уже результат Когда я сейчас сделаю эту стеночку А здесь будет, как Женя говорит Остров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другие подписчики Показываю результат Значит, эту стеночку мы Смотрите, как красивенько заделали Здесь, может, у кого-то будет сомнение Будут говорить, как на параллельной стенке Надо было усиленные делать Между рейками бруски Здесь согласен Здесь я, наверное, скорее всего Не скорее всего Я здесь переделываю Когда этот отодвинется Будет продвигаться ближе кухни Я там сделаю усиленные бруски Потому что здесь Будут висеть Ну, навесные Кухонные ящики Здесь у нас ничего не будет висеть Я сегодня Женьке позвонил Уточнить, чтобы не был Снова виноватым Здесь у нас ничего не будет висеть Я здесь не делал усиленные эти бруски Просто прикрутил Я думаю, вот так вот Для простой стенки Здесь будет замечательно Здесь я сделал влагостойкий Гипсокартон Потому что здесь будет плита Там Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ну, что-то брызгать там Брызги А здесь До сюда не буду доставать Здесь сделал простой Здесь уже у меня остатки были Тоже сделал влагостойкий Ну, это остатками Потому что у меня Вот эта толщина Толщина здесь Где-то 12,5 Наверное А потолок идет 9,5 То есть стойники Меня здесь не хотел Здесь вот сделал тоже Смотрите так Отверстия готовы Две Выключатели Двухрезеточник сверху Резетка Резетка Так у нас будут по плану Так смотрится вообще Класс Супер уже вообще Блин, Максмастер Становится Максмастером Реально Вот так прикольно Здесь еще островочек Такой сделаем Здесь еще раз повторюсь У нас в кухне Стола не будет Потому что Нечего есть Нечего Чаи пить Надо работать В нашей семье Будут все работать Некогда будет есть А если ты хочешь поесть Выйди на террасу И поешь Ладно, шучу Потому что у нас Не позволяет здесь место Вот такая терраса Терраса Блин Островок Женя как по придумают Вот это лишняя информация Мне в голову Понимаете Были там что у меня Металлопрофильном Чуть-чуть Женя добавил У меня мозг Островок Ладно Было барно-стойка Думали барно-стойка Я говорю Женя Кто будет за барно-стойки Я да ты Здесь сделаем островок Здесь будет Повторюсь Уровень островка В уровень столешницы 92 сантиметра Мы уже прогадали Все просмотрели Здесь все классно сходится Здесь главное Хорошие времена И хорошая работа Чтобы это все сделать А так пока идет Супер Так что Все Смотрите В следующем видео Я наверное без вас Сделаю откосы Сегодня сделал откосы Не буду вас мучать Может даже вам покажу Откосы Здесь мне только надо Пену срезать Прикрутить В следующем видео Смотрите Я купил Металлическую гофру Вот Раз Два Три Точки Точки Провода Провода Потом мы их Защитим Металлической гофрой Возьмем Защитим Я там Ну Потом эти вот Концы смотаю Изолентой И все будет супер Это будет Дальнейшее Дальнейшего Ждать Времени Когда мы уже Рейки купим Рейки в дальнейшем Должны купить И сделать уже Здесь Крышу Хотел сказать Все Мозги плывут После ночи Потолок Люстры 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 Еще раз говорю Лампочки Потом будем покупать За это видео Большое спасибо Кто меня поддерживает Кто Сейчас В плохой ситуации Крепитесь Мы с вами До новых встреч С вами был я Макс Мастер Пока